Ефесянам, значит, 3 глава, 14 стиха. Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно, и разрушившись стоящую посреди преграду, и упраздни вражду плотью своею и закон заповедей учением, дабы из двух, вот из двух, соделавшись себе, самому одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Вот здесь вот это вопрос, значит, соделавший из обоих одно, упраздни вражду. И опять здесь учением, дабы из двух, соделавшись себе, самому одного нового человека. Ну, здесь вроде понятно, но так вот объяснить простым языком, чтобы вот из двух одно, соделавшись вот нового человека. А как, ты-то как понимаешь? Вот, ну, понимаешь, я по-разному, из двух одно. Ну, значит, здесь я плоть и дух. Здесь вот дух, плоть подчинить Духу Святому. Вот я так понимаю. Что было тогда разделено, тогда этих слов? В одном себе не было. Иудеи и язычники. Иудеи и язычники. Вражда эта устранена жертва Иисуса Христа. Им он по обещанию, а нам по милости. Вот мы же с тобой как-то подружились, породнились. Да. На днях только было у меня тут выставили. Когда я был там у вас в Тбилиси, проповедовал еще, которая переводчица-то была, она ходит к вам? Да-да-да, она в хоре поет. Здесь она очень активная. Ну, поклон ей передавай. Она хорошо переводила. Да. Да, это отец говорил. Ибо именно об этом. Вначале Господь избрал. Остальные язычники, 2895 наций. Но все они объединяются теперь с жертвой у Христа. Он об этом и говорит. Тут больше ничего нет. Это поиградать, значит? Да, теперь никакой вражды быть не может. Все эти протоколы выбросить. Ну, здесь вот всегда идет война между плотью. Плоть одно желает здесь, хочу. А Дух Святой говорит, говорит, нет, здесь поступайте не по плоти, а по духу. Вот в этом война. Вот в этом-то и есть. В этом, отец, и в этом и есть как раз. Когда по духу-то у нас вражды-то нету, а когда по плоти, мы начинаем тогда доказывать, кто кому больше принес. Вот. Бреда. Добро не вспоминается. А ведь можно было вспомнить-то. Великое преимущество быть иудеем. А особенно в чем? Что им вверено Слово Божие. А они как раз, Слово Божие-то сегодня, даже по Ветхозавятнему не понимают. Антихриста боссаряют. Тут рассуждать долго можно. А на деле как? И на деле вот эти воины и прочие. Кто-то же придумывает это все. И все вдруг рухнет. Да, они примут царя этого. Да, он будет три с половиной года из колена Данова. Но он поднимет войну против них. Есть даже такой намек у Соловьева, что окажется, что он даже не обрезанный. Вот дело какое. А в духовном рассмотрении все сглаживается, как будто ничего и не было. От одного Адама и Евы произошли. Вот и все. Этот вопрос понятный. Но мне кажется, вот этот главный вопрос, что починить Духу Святому здесь свою плоть. Чтобы Дух Святой, значит, Бог Дух Святой управлял вам, значит, нашими глазами, и ушами, и руками, и ногами, и сердцем. Здесь это важнейший вопрос. Вот здесь я хотел, чтобы ты как-то раскрыл его. Вот преграда, отец, от этого толкования только толкует, а ты забываешь, что речь идет об устранении преграды какой-то. О чем? А вот между иудеями и язычниками. Вот она, эта преграда, то, что нас Бог избрал, а вас не избрал. Рассуждение. А теперь во Христе Иисусе все едино. Преграда устранена жертвой Христа. Тут понятно, что это возможно там, где примирились с Богом, через жертву Его и язычники. Преграда устранена. Да. Да. Так, еще кто есть? Да. Так, отхожу. Еще у меня. Спасибо. Я тихо, еще один вопрос. Давай. Вот у меня есть эта библия от этих, от сторожевой башни. Можно ее читать или не желательно? Какая она библия? Ну, от свидетелей Иеговы. Конечно нет. Сожги ее в печке. Они к этой библии никакого отношения не имеют. Совершенно. Они полностью, говорят, новый всемирный перевод. И когда стали их спрашивать в Англии, подали в суд на них, шесть человек одного предложения не могли перевести с еврейского. Переводчики. Да зачем она вам нужна? Она никак. Наш синодальный перевод пользуются католики. Все протестанты, начиная с баптистов, все абсолютно им пользуются. Лучший перевод за всю мировую историю. Что, трудно разве найти? Да он в любом храме продается теперь. Нет, у меня еще две библии есть обычно, наши. Нет, которые от них даже в руки не бери. Это не библия. Это имитация под библию еретиков, которые не признают Христа за Бога. Которые не признают у человека души. Не верят в вечное мучение. Полностью всю библию они исказили. А это, ну, то, что он слышал, то и пишет. Перевода нет никакого. Всемирный новый перевод. Так называется? Да, какой-то новый перевод нового мира. Нового мира. Никакой не перевод это. Помните, как собачье сердце? Зина, в печку. Спаси Христос. Аллилуйя. Да. Там еще добавляется, значит, перевод сделан с английского языка, кажется, в 86-м году. Нет, отец, это, на ум. Они говорят только, никакого отношения не имеют оттуда. Это перевод Якова, Джеймс Биберн. А то нет. Это они только прикрываются этим. На них был суд, и они не могли перевести одного предложения даже. А у нас какие переводчики-то были? Которые писали учебники для еврейских школ. Как Герасим Петрович Павский. Хвольцин. Хвольцин. Кто там? Видите, как его? Он дольше всех жил. И он, что, принял православие? Еврей. Доктор там каких наук в Лейфиге? Перевод славянский, русский перевод 1876 года, синодальный, не имеет равных за всю мировую историю. Поэтому никогда не верьте, что и сын не знает, когда будет эта вставка позднее, или где-то три на небо, они убирают это слово, чтобы троицу не признать. Никуда ни одной ступни не делая от синодального перевода. Я не знаю, как на грузинском, но когда она переводила, ну ты стоял рядом, видел, она правильно читала? Нет, она попросила книгу, ей сразу дали Библию. Переводчицы. Да. Нет, у нас близкие, очень близкие к синодальному переводу. Ну вот, вот все. Четыре духовные академии этим занимались. Двое переводчиков уже канонизированные. Митрополит Филарет и у нас наш Алтайский. Вот так. Ну все на этом. Отхожу. С Богом. Счастливо. Корректурой занимаюсь теперь. Готовим книги к изданию.